Начинаем традиционно наш с вами разговор с оперативной информацией по городу Мариуполь. Что известно, что меняется и как сейчас живет город, подчеркну, временно под российской оккупацией? Живет плохо. Сложно назвать это жизнью, если честно, как и все, что находится украинская под российской оккупацией. Если говорить о каких-то актуальных вещах, которые происходят, то у нас приближается 1 сентября. Сегодня оккупанты массово зазывают детей и родителей в школы. Далеко не все находящиеся сейчас во временной оккупации родители готовы отдавать своих детей в оккупированные школы. Там, где нет украинского языка, там совершенно другие программы, ищут возможности для прохождения онлайн обучения. И вот мы сталкиваемся с другой проблемой, с определенным распоряжением оккупационных властей вроде Мариуполя. И вчера массово по ряду школ родителей уже учителя начали рассылать через мессенджеры смс-сообщения, в которых уведомляют, что если по состоянию на 1 сентября родители не будут отдавать детей в школу, то сначала их будут штрафовать первый-второй раз, а на третий раз так называемый ДНР будет принимать решение о лишении родительских прав изъятий детей из семей. Вот такие новости у нас в приближении учебного года на оккупированных территориях. Наверное, это самая актуальная информация на сегодняшний день, которая есть, если говорить об изменениях. Потому что все остальное практически без изменений. Вода большинству недоступна, причем в тех частях города, где она была уже несколько дней, она снова отключена. Конечно, оккупанты говорят о технических проблемах. Мы прекрасно понимаем, в чем суть. Суть в том, что на абсолютно разбитый водовод пытаются посадить еще большее количество абонентов. Естественно, он не справляется с напряжением электричества, поэтому это приводит к обратной реакции. То есть выходит и строит оборудование, которое есть, и начинаются новые проблемы с отключением воды, с отключением света. Поэтому ситуация действительно лучше не становится, и оккупация точно городу ничего хорошего не принесла. Ну и, собственно, перейдем к теме, к основной теме нашего с вами сегодняшнего разговора. Это то судилище в Мариуполе, которое планируют российские оккупанты. Во-первых, хочу напомнить нашим зрителям, что Украина, конечно, сообщила международным партнерам об этих намерениях России совершить судилище над украинскими военнопленными. Также было известно, что государство-агрессор достаточно тщательно и целенаправленно готовится к этому судилищу, и ожидалось, что это произойдет на День независимости Украины. Слава богу, таких новостей пока не было. Однако были новости о том, что закрыли квартал, в котором готовили вот это показательное выступление. И было также сообщение, что якобы кто-то что-то узнавал о минировании этого места. Туда приезжали также военные, пытались как это-то все узнать, решить, разминировать. Я не знаю, что они там делали. Так вот, как вы считаете, вот эти сообщения о минировании, вот это делается специально для того, чтобы несколько затянуть процесс? Или, возможно, они просто не знают, как сказать, что отказались от этой идеи, потому что мы знаем, какой ультиматум поставил Владимир Зеленский в связи с этим? Ну, вы знаете, из того, что мы видим, из нашего уже опыта наблюдения, мониторинга за действиями оккупационных властей, в частности, в Мариуполе, можно сказать, что, как правило, подобные сообщения и подобные мероприятия, они за собой имеют несколько вариантов возможных дальнейшего развития. Да, с одной стороны, это может быть подготовка к провокации любой, начиная от подобия Еленовки, от этого страшного преступления, до быть какого подрыва, и заканчивая действительно тем, что под каким-то таким благозвучным соусом для собственного потребителя отменить, собственно, это судилище. Поэтому, безусловно, мы наблюдаем о том, что сама по себе подготовка техническая, подготовка здания практически закончена, она действительно проходит. Точно так же до сих пор заблокирован этот квадрат, собственно, заблокирован квартал российскими оккупационными властями, невозможно не подойти, не проехать. Даже местные жители, которые прописаны и проживают в доме напротив, вынуждены ходить исключительно там через двор, не дают перемещаться свободно по этой улице. Поэтому, на самом деле, будущее не определено. Риторика немножко меняется с точки зрения оккупационной власти Донецкой области, это уже Пушилино, уже не озвучиваются даты, уже нет привязки к концу лета, но тем не менее и нет намека на то, что это судилище будет отменено. Поэтому мы считаем, что до сих пор Российская Федерация взвешивает, что же все-таки выгоднее показать своим вот эту псевдопобеду и совершить таким образом еще одно преступление и закрыть себе дверь не только к переговорам с нашей страной, но и, в принципе, резко и глобально ухудшить еще больше свое положение на международной арене. Либо же все-таки пойти путем популизма и пропагандизма и показывать это очередном, без оглядки, что называется. В свою очередь, также и в Соединенных Штатах Америки отреагировали на планы России провести так называемый трибунал над украинскими военнопленными. Нед Прайс, спикер Госдепа США, это озвучил. Он подчеркнул, что российские показательные процессы являются нелегитимными и назвал их издевательством над правосудием. Давайте услышим прямую речь. Планируя провести в подконтрольном России Мариуполе так называемые трибуналы против отважных защитников Украины, Кремль пытается снять с себя ответственность за агрессивную войну президента Путина и отвлечь внимание от неопровержимых доказательств зверств, совершаемых российскими войсками в Украине. Нед Прайс, спикер Государственного департамента США. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что вот такие заявления и реакции, быстрой реакции со стороны международных партнеров Украины, они также являются одним из рычагов влияния на принятие решений в Кремле? В данном подобном случае наиболее вероятный вариант, что это наиболее мощный инструмент влияния, такой же мощный, как и вооруженные силы Украины, если их взвешивать. Безусловно, мы надеялись на эту реакцию и мариупольская власть, и мариупольская громада общества, и все те, кто и жены наших, и близкие наших азовцев. Это была такая цель и вызвать резонанс и реакцию международного сообщества, потому что мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день только это может остановить страшное преступление. У нас ни у кого не возникает сомнений о том, как будет предрешена судьба всех тех, кто попадет на этот так называемый трибунал. Кроме того, там же речь идет не только о героических бойцах полка Азов, речь уже идет в том числе и о военнослужащих других подразделений, и более того, о гражданских лицах, которых, как утверждают оккупационные власти, они подозревают в связях с полком Азов. По сути, это весь проукраинский актив, до которого им удалось дотянуться, в городе, который арестован, находится в фильтрационных тюрьмах, все они потенциально под угрозой попасть на этот трибунал и получить, безусловно, тот самый высшую меру наказания, которая существует в так называемой ДНР, это, собственно, смертная казнь. Поэтому мы прилагаем максимум усилий именно для работы, в том числе с нашими международными партнерами, надеясь и понимая, что, возможно, это единственный путь остановить вот это запланированное преступление. Сейчас хотелось бы несколько назад откатиться, чтобы понять, если это вообще возможно, понять мотивацию страны-оккупанта в данном случае. Но прежде цитата Алексея Ристовича, он считает, что Россия не будет проводить массовый трибунал над украинскими военнопленными, так считает советник руководителя Офиса президента Украины, напомню, Алексей Ристович. И вот, по его словам, в Кремле отдают себе все-таки отчет в том, что незаконный суд над пленами навсегда закроет возможность переговоров с Украиной. Если мы сейчас можем, коллеги, давайте услышим цитату. Россияне в затруднительном положении. С одной стороны, надо изобразить для своей аудитории, для своих оголтелых ура-патриотов, что Азоуцев настигла заслуженная кара, а с другой стороны, нарваться на ультиматум и закрыть себе опцию переговоров с Киевом. Это очень тяжелая для них история. Алексей Ристович, советник руководителя Офиса президента Украины. Так вот, может быть, это будет выглядеть, как гадание на кофейной гуще, но все-таки хотелось бы понять эту логику. Для чего было изначально создавать такое представление, так громко об этом говорить, если страна агрессор, в принципе, должна была понимать, что Украина не может закрыть на это глаза, не может не отреагировать на это и не поставить довольно-таки четкий и жесткий ультиматум. Какая изначально была мотивация со стороны Российской Федерации, когда они только начинали об этом говорить и начинали это все организовывать? Как считаете? Ну, собственно, мне кажется, логика понятна оккупационных властей и России, в первую очередь. Логика очень простая. Она, это сквозная операция, которая идет с момента оккупации города, которая началась, собственно, с попытки переложить вину за бомбардировку драматического театра нашего, и этого страшного преступления, в принципе, на украинскую сторону. И дальше они движутся таким путем достаточно уверенно. Мы же понимаем, что Россия, кроме всего прочего, это страна символизма. У них все базируется на символах, причем местами несовместимых с самих собой, начиная от православия, тут же Николай II, тут же Ленин, тут же Сталин, тут же Советский Союз, тут же капитализм. Все в одной куче, как-то у них странным образом уживается. Поэтому они продолжают создавать символы. На сегодняшний день они сами создали в пропагандистском поле своем символ полка Азов, как так называемого нацистского батальона, за который в первую очередь стоит покарать Украину. Но раз уже взяли Мариуполь, и полк Азов значительной частью оказался в руках русских оккупантов, логично, что, знаете, публика требует хлеба и зрелищ. Вот таким образом им и пытаются дать хлеба и зрелищ. Ну, кроме того, всегда в российской стороне это, безусловно, присутствует попытка запугать и вывести из равновесия нас, украинцев, и на фронте. И в Толу они до сих пор странным образом не понимают, что все их провокации вызывают прямо обратную реакцию, они мобилизируют, собирают, да, но точно ни един украинец не уподобляется русскому на фронте и их поведению. Вот этот вот адский коктейль вместе, это и есть та мотивация, из-за которой и было анонсировано, и, собственно, они идут к этому, так называемому трибуналу, да, к этому судилищу. Единственное, что действительно мы уверены в том, что они щупают информационное поле, щупают реакцию, потому что есть в истории с судилищем целый ряд интересных моментов. Во-первых, мы не сомневаемся, что изначально они допустили выток этой информации изнутри, потому что и потом первые дни, собственно, они сами ссылались на нашу информацию об этих клетках внутри филармонии, при том, что сами могли спокойно показать. И только через несколько дней снова началась трансляция непосредственно пропагандистских каналов. Все это говорит о том, что таким образом они действительно до конца решения окончательно не приняты, пока это еще страшилка была. И вот таким образом они щупают, как отреагирует мир, как отреагирует Украина, как изменится ситуация на фронте, как отреагирует внутри России, внутри Мариуполя, в том числе и Донецкой области. И отмеряют температуру по больнице, что называется. В результате от того, как они ее вымерют, будет принято какое-то решение. Какое, я думаю, мы в ближайшем будущем увидим, собственно, пока нам остается только наблюдать, фиксировать и делать все для того, чтобы это не состоялось. Просто все очень похоже на то, что все-таки откажутся от этой идеи, сейчас дают хлеба и зрелищ, как вы и сказали, а потом скажут, что, мол, мы такие благородные, ради мира, ради того, чтобы был шанс на мир, мы вот дадим Украине такую подачку. Как вы думаете? Вы знаете, вариантов разыграть, это в публичной плоскости явно больше одного, начиная от самых ярких, вплоть до того, что в какой-то момент может выступить Путин, либо кто-то пропутинский, достаточно из близкого, высокого российского поля, призвать условную ДНР к тому, что надо оставаться людьми, соблюдать конвенции, изобразить из этого великий такой жест доброй воли по отношению к украинским военнопленным и подать это тоже как победа, что вот вроде как мы их осудили, но вроде как бы и нет. То есть там умеют это делать, умеют перекручивать с ног на голову и черное делать белым, а белое черным очень легко. И пока россияне это добросовестно потребляют и в это верят, это несложная задача. И таких вариантов, я ж говорю, больше, чем один на самом деле. Точно так же, как и резко развернуть ситуацию в другую сторону, как в принципе забыть просто об этом судилище и в свое время назвать это, что это просто очередной фейк от украинской стороны, что они очень любят делать, собственно. И о том, что ничего такого нет, это заявление Пушилина, это всего лишь намерение, и этот трибунал будет состояться исключительно после окончания войны, или как они называют СВО. Мы это видим, собственно. Ситуация, как они выходят в подобном образе, это тоже та же ситуация, как с фердореферендумом. За последние три месяца его уже переносили три раза. Сначала накручивали, потом точно так же отступали назад, успокаивали людей, потом снова накручивали, снова отступали, называются новые даты. Ну и ничего, в принципе, все в этом информационном поле нормально сосуществуют. Точно такая же ситуация может быть и с трибуналом до бесконечности. Поэтому будем надеяться. То, что мы с вами уже озвучили, это, наверное, самый простой такой возможный вариант. А что по поводу того, может ли Россия использовать эту ситуацию для шантажа? Разве нас можно шантажировать? Знаете, мне кажется, что вот конкретно о шантаже и речь в принципе не идет. Возможно, там у кого-то были какие-то мысли по поводу шантажа, но давайте посмотрим на реальность. Для того, чтобы шантажировать, в частности, украинскую сторону, для этого, как минимум, нужно какие-то массовые обращения того же полка АЗОВ, бойцов, которые на сегодняшний день находятся в плену, не говоря уже о руководстве и самого, собственно, полка АЗОВ. Это только о полке. А там еще наши героические морпехи, там наша территориальная оборона, пограничники, часть полиции. То есть там достаточно в составе гарнизона Мариуполя людей, которые должны были бы чего-то сейчас уже говорить, для того, чтобы мы хотя бы начали прислушиваться к шантажу России. Мы этого всего не видим, и мы уверены, что такого не будет. Мы знаем, что их пытаются в единотке склонить, и наши ребята очень героически держатся в плену, не идя навстречу оккупантам. И иногда вообще совершенно наоборот, делая такие заявления, которые уже сами россияне не знают, что с ними делать. Поэтому я не думаю, что здесь будет какой-то шантаж. Это просто угроза, попытка вывести. Но это, знаете, это больше походит на наш день независимости, и вот эти бесконечные обстрелы, которые, кроме устрашения, запугивания, не имеют под собой больше никакой военной или какой-то другой цели. Точно так же вот эти анонсы с трибуналом, большей частью запугивания, и, наверное, глобальная цель в конце, и о которой мы должны помнить, да, это ситуация, которая право противоречит интересам России, в общем-то, на линии фронта, и которая точно после трибунала наступит. Это мы говорим о сложных ситуациях, когда наши военнослужащие вынуждены сдаваться в плен для того, чтобы сохранить жизнь личному составу. И после такого трибунала становится понятно, что нет смысла сдаваться в плен, потому что будет вот такой результат. Это приведет просто к лютой ожесточенности, может привести к лютой ожесточенности на фронте, и, поверьте, этого точно не хочет Россия. Поэтому это одна из составляющих, почему до сих пор трибунал, в общем-то, и не начался. Петр, еще один момент. Я активно слежу за соцсетями, и, если говорить о городе Мариуполь, появились два парня, и одному 12 лет, другому 14. Они в ТикТоке завели свой аккаунт, который очень сильно стал популярным. Суть была очень проста. Эти парни ездили на велосипеде на самокате по городу Мариуполь и снимали, как все есть на самом деле. Сейчас вот, я прямо сейчас зашел на их аккаунт, его уже заблокировали. Это случилось буквально сегодня, потому что они очень стали популярными, и они идут вразрез российской пропаганде, которую озвучивают. Этот вопрос к чему? Это вопрос о том, что говорят в российских телевизорах, и то, как есть на самом деле в социальных сетях, о чем говорят местные жители, которые показывают, вот был мой дом, он сейчас разбомбленный, сейчас мы берем, ждем, пока дождь пойдет, собираем воду, чтобы банально помыться. Простите меня за такие подробности. У меня вопрос по поводу настроений в городе Мариуполь. Знаю, что на некоторых мариупольцев действует российская пропаганда в силу того, что они просто невероятно сильно насыщают всех людей. Но молодое поколение в эту пропаганду не верит. Так вот, какие настроения в городе Мариуполь? Понимают ли мариупольцы, к чему привела Российская Федерация? И что именно к этому именно Российская Федерация привела? Расскажите. Ну, знаете, настроения разные, безусловно. Люди понимают, к чему, большинство понимают, к чему привела Российская Федерация. Люди понимают, что происходит. Опять же, ну, давайте честно называть социально возрастной состав людей, который остался в городе Мариуполь и который не эвакуируется по тем или иным причинам. Поэтому людей, которые, ну, скажем, основной состав людей это там 45 плюс и дальше, да, то есть 70% это люди вообще пенсионного возраста там находятся. Там с мнениями вообще сложно само по себе. Есть, естественно, молодежь, молодежь, которую, правильно вы говорите, в соцсети показывают, что происходит и о чем думает молодежь, которая выросла при Украине и видела, что такое украинский Мариуполь. На самом деле, к сожалению, их очень быстро находят. Знаете, блокировка аккаунта это минимальное, что может быть, потому что мы постоянно сталкиваемся с тем, что ребята, которые выходят в социальные сети, да, их там на месте находит МГБ, находит их родители и очень быстро объясняют, как говорится, как надо родину любить. Поэтому настроение, безусловно, разное. Опять же, не надо не забывать психологическое состояние и надо не забывать самое главное. Мы думаем о том, что в Мариуполе работает пропаганда. Поверьте, пропаганда в Мариуполе не настолько сильна. Она совершенно другого рода. Это там не телевизор, не газеты, не радио. Это работает иначе. Людям показывают иллюзию восстановления, да, вот это муравейник, который родится с одной стороны в городе, с другой стороны население пытается полностью маргинализовать. Ну, где это видано, что, допустим, пятилитровая баклажка воды, которая необходима в городе, да, стоит столько же, сколько стоит бутылка водки. Полуторалитровая бутылка воды стоит столько же, сколько стоит полуторалитровая там баклажка пива. Поэтому, поверьте, людей там умеют маргинализовать после тяжелой работы. И учитывая, еще раз говорю, тот социальный состав, который остался в городе, ну, настроения очень разные. Поэтому абсолютное большинство в принципе об этом не думает. Люди выживают, думают, как прожить сегодняшний день с утра до ночи, где заработать, где потом купить, поесть, попить и, слава богу, что-то есть. И этому радуются, да, радуются минимальным благам, которые потихоньку насыщают их жизнь, если насыщают. То есть людей резко погрузили, знаете, в самую нижнюю часть пирамиды масла, да, известная, и она до сих пор, базовый слой еще там не заполнен. Поэтому говорить о настроениях, ну, это даже, как на наш взгляд, это несколько некорректно. Безусловно, есть откровенно про русские небольшой слой, там, до 5%, да, кто и пошел там на коллаборацию. Есть абсолютно про украинская часть, с которой мы работаем и максимально стараемся помочь. Абсолютное большинство населения, там с людьми психологи должны работать на самом деле. Поэтому там, кстати, и пропаганда не так сильно работает. Я по опыту людей, которые на сегодняшний день находятся в эвакуации и наших центров, и популярность. Основной запрос даже, поверьте, был не гуманитарная помощь, когда люди вырываются из города, а посещение психологов. То есть это говорит о многом и характеризует, наверное, настроение в городе лучше всего, потенциально. Благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. С нами на связи был Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя. Редактор субтитров А.Семкин